Здравствуйте, зрители! Здравствуйте, подписчики! Очередной ремонт! Сегодня на ремонте телевизор Томсон. Телевизор Томсон с интересной поломкой. Я не все ремонты снимаю. Снимаю только интересные. Если по ходу ремонта даже я... Если по ходу ремонта даже я не стал снимать, но потом становится интересно, я делаю такой откат назад и снимаю ролик по телевизору. Томсоны, они очень своеобразны, интересны своей схемотехникой, своими цепями защиты. Многие даже не берутся. Как услышат Томсон, все, хватаются за голову. На самом деле, не всегда здесь, так скажем, тяжелые неисправности, просто муторные. Иногда нужно очень так потрудиться, чтобы... Сказал один из подписчиков, эта работа сродни работе следователя. Это точно. Очень много похожих действий. На действия врача, на действия следователя, на действия судмедэксперта. Вот, наверное, здесь будет судмедэксперта. Посмотрим. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. Томсон, Томсон. В этом телевизоре короткий провод подключения сетевого напряжения от платы переходника, и она не только переходник, смотрите, включатель питания, включатель сети, через кнопочку идет коммутация отсюда, от сетевого шнура на вход блока питания телевизора. Но здесь на плате еще у нас индикатор дежурного режима, приемник инфракрасного излучения от пульта по старому, фотоприемник. И потому что шнуры короткие, вот шнур от фотоприемника и индикация дежурного режима идет туда куда-то на плату жесткий, короткий, от него же идет шлейфик на кнопке управления, заметьте, всего лишь шлейф двухпроводной идет, вот они кнопочки. Ой, давайте рассмотрим. Какой чистый телевизор, он не на пожаре, я так думаю, что он где-то у стареньких людей, потому что экран протирают, но особо за пластиком никто не следит. Заметьте, полоса, видите, вверху, вот проблема всех вот этих телевизоров, теперь кинескопных, что в связи с трансляцией формата 16 на 9, широкоформатного, широкоэкранного кино, происходит неравномерное вырабатывание люминофора, и вот эта полоса со временем внизу и вверху становится более заметной. Даже у меня дома на Panasonic такой эффект появился с ихним вот таким форматом нехорошим. Так вот, плату эту откручиваем, два винта и вытаскиваем в удобное нам положение. Это раз. Делайте себе работу удобней. Не надо вот там вот корячиться непонятно как. Так, сняли, подключили. И сейчас мы с вами посмотрим, что же происходит в данном телевизоре. Нажали. А вот вам эффект. И что теперь делать? С чего начинать? Это светодиод, наверное, поломался. Нет, это предохранитель сгорел. Светодиод, наверное, ни то, ни другое. Светодиод у нас индикатор правильной работы телевизора. Если он мигает, значит что-то не так. Непрерывно, заметьте, опять же, никаких серий там. Один, два, три, четыре, пять, замолчал. Раз, два, три, замолчал. Нет, непрерывное моргание, не приводящее к пуску телевизора. На пульт не реагирует. На кнопки не реагирует. Нажимай, не нажимай. Настораживает все это. Так, предохранитель. Вот он. Никакого отношения он к этому не имеет. Кому я это рассказываю? Я это рассказываю, Кто впервые включил мой канал, впервые открывает какой-то ролик по ремонту телевизоров и никогда этим не занимался, никогда этого не делал, он должен с чего-то начинать. А такие вопросы, поверьте мне, есть у людей. Есть и не один. Так, можно ли так долго держать? Ну, может быть и не надо долго. Выключили. Так, первое, что мы можем сделать, это визуальный осмотр. И подключаем органы осязания. Органы нос. Органы нюха. Нюхаем. Что мы видим? Вот мы видим здесь какой-то срощенный диод. Да? И так носом принюхиваемся, и какой-то запах. Может, вот это и есть причина? А даже, может быть, и глобальная причина, раз такой вот запах ядовитый, какой-то химический. Вот. Возможно, это ТДКС уже его дал. И идет перегрузка. Идет перегруз блока питания. И идет моргание светодиода. И дальше не происходит пуска. Либо это может быть, все-таки защита срабатывает в этом телевизоре. А ведь, ребята, здесь действительно есть такие проблемы с этим шасси, когда моргает светодиод. И там действительно проблемы связаны со срабатыванием защиты. Вот как определиться? Как определиться? Какое же шасси у этого Томпсона? Высматриваем на плате. Предварительно стерел пылючку. И TC009. Вот. Если в интернете будете осуществлять поиск, именно по этому сочетанию букв и цифр будет вам информация. Пульт у этой модели Томпсона вот такой. С цветными кнопочками. Если кому-то вдруг понадобится искать. И даже у меня его картинка я когда-то распечатывал. Как определиться? Это замыкание где-то по вторичным цепям? Или это блок питания не стартует? А что же говорят люди? Они знают. Привез и все. Потух и все. Вот моргает. Что было? Никто ничего не знает. Но я подозреваю, что это его или родителей. И он действительно не знает. А как у них вышло из строя? Ну, кто его знает? Значит, смотрите. Как будем поступать в данной ситуации? Ну, как всегда ищем пухлые конденсаторы. А нет их. Нет пухлых конденсаторов. Вот менялись два конденсатора. Стоят на длинных ножках. Вот. Видите? Притом, вот этот вот. Скорее всего, по срабатыванию такой защиты когда-то и менялся. Вот так вот может моргать из-за вот этих стоящих рядом с кадровой конденсаторов. Ну, в другом ролике об этом. Значит, здесь вот там менялся диод. Я вам показал. Здесь конденсаторы. Вспухших не видно. Может быть. Дам такой совет. Пробежать ESR метром. М-метром китайским можно только с выпаиванием радиоэлементов. А вот с невыпаиванием... А вот с невыпаиванием... Мастер-кит. Ну, у меня немножко шкала по-другому сделана. У них там эти светодиоды вот с левой стороны должны быть, а шкала с правой. Ну, у меня наоборот. Вот так я когда-то сделал. И мне нравится именно такое расположение. Так вот. Померили. Измерили. Будет правильнее сказать. Конденсаторы. И, в общем-то, явного такого отклонения-то и нет. А у меня есть отклонения. Например, вот... Сейчас скажу. Вот в этом отклонении. И вот в этом отклонении. Я так сразу их и заменил. Не глядя. Вот знаете, подход с измерением ESR, он такой. Не обращая внимания на другие цепи, ты просто проверил электролиты и к чему-то придрался. Думаешь, сейчас заменю и все заработает. А нет. Не заработало. Моргает. Все равно. Так, смотрим. Смотрите, горячая часть блока питания. Отделена вот такой вот штриховкой. Вот он у нас. Блок питания. Первичные его цепи. О, а это что? Не доставили деталей или предыдущий телемастер выпаял? Это конструктивно предусматривалась такая конструкция. Видно, с дополнительными какими-то функциями. Но в конце концов от нее отказались и сделали проще. А то люди могут подумать, это предыдущий. Байки так рождаются. Это выпаял предыдущий телемастер. Вот он у нас покрал детали. И там пришел какой-то такой вот профанчик сосед. И сказал, вы знаете, у вас здесь вот было, а я не вижу, повыпаивали вам. Или еще такие байки. Он заменил на свои похуже. Там, понимаете, и начинается там настороженное отношение к телемастерам. А как же ж вот короче, да, короче. Смотрите. Коль у вас моргает светодиод, значит какое-то питание на процессор поступает. Потому что процессор управляет этим светодиодом. Где процессор стоит? Вот там вот. Вот здесь вот такой камень. Сейчас будем показывать. Так. Отключаю. Хочу развернуть. Отключаю эти шлейфы. Давайте смотреть поподробнее. Нашли, да? Определились. Если будете в интернете искать, набирайте в гугле вот эту вот надпись. Найдете кучу интересной информации. Вот это у нас микросхема памяти. Вот там у нас на той стороне стоит процессор. И одним своим видом может сразу напугать. Но поверьте мне, это еще хорошее исполнение. Здесь можно все вызвонить. Можно найти какая ножка, куда идет. Это хорошая еще конструкция в этих Томпсонах. Так вот. Мы можем начать ремонт с микросхемы памяти. И, конечно же, мастера знают наизусть, что первая, вторая, третья, четвертая ножка у нее на корпусе. Не может пропадать. А вот восьмая ножка у нее питание. 5 вольт или 3,3 вольт. И обращаем внимание на пятую и шестую ножку. Это шина. Цифровая шина управления. По которой эта микросхема связана с процессором. Двухпроводная шина. Что важно по этой микросхеме. Ох и длинный будет ролик, ребята. Но не могу я коротко вам это все рассказать. Я собираюсь с мыслями, когда снимаю. Значит, я бы сразу тестером стал бы на эту ножку. И определил бы, есть здесь напряжение питания. И стал бы на пятую и шестую ножку. Примерно одинаковая. Там по 3 вольта должно быть. Вот если эти напряжения есть, а светодиод впереди моргает. Вполне возможно, что проблема какая-то с цепями защиты. Но если здесь этого напряжения нет. А давайте сейчас по схеме посмотрим, сколько там должно быть. Или оно занижено. Вот тогда, скорее всего, это не цепи защиты. А это проблема блока питания вторичных цепей. И с них нужно начинать ремонт. А по вторичным цепям уже визуально мы с вами видим, что у нас здесь всего 3 цепи. Один диод, второй диод и третий диод. Трансформатор ТПИ. А вот там у нас первичные цепи. Их не трогаем. Коль светодиод светится. И не путаем с вот этими диодами. Это диоды диодного моста. Они до штриховки. Смотрите. Никакого отношения к вторичным цепям не имеют. Так вот, 3 цепи. Нам их нужно проконтролировать. Нам нужно встать сюда. Нам нужно эти диоды проконтролировать. Можете проверить их на КЗ. Можете проверить вот эти резисторы на обрыв. Смотрите. Сейчас будем смотреть схему. Можем стать на пределе килоомы минусовым щупом на корпус, а плюсовым на катоды диодов. Нет ли КЗ? Сейчас будем смотреть. Про микросхему памяти. Важные нам ножки. 8. Питание. 5 вольт. Смотрите. 5 вольт. И шина. Шина. Даже я вам скажу. После грозы. Когда у меня проблемы с телевизором. Я в первую очередь замеряю. Нет ли короткого по питанию. На 8 ножке памяти. И на 5-6. И звонится ли 5-6 одинаково. Там допустим по 3,5 кОм. Например. Если разница есть. Ооо. Это уже может быть процессор битый по шине. Или сама микросхема. Тоже касается питания. Ведь на этом питании как правило висит и питание процесса. Я бы так сказал. Висит. Поэтому вот одна из первых диагностик. В таких случаях. Стали. И посмотрели. Что здесь в дежурном режиме. Есть тут 5 вольт. Или нет 5 вольт. И что здесь. Там допустим по 3,5 вольта. Там например. По 4,2. Что-то. Но. Вот этот опыт. Он набивается. На разных моделях телевизоров. На разных шасси. То есть если вы это постоянно меряете. Вы потом уже даже чувствуете. Что что-то не так. Вот такие вам про чувства. Даже рассказываю. Вот. Смотрим. Блок питания. Вторичные цепи. Как я вам и показал. 3 диода. У нас. Что у нас там должно получаться. На строчную развертку. 112 вольт. 8 вольт. Куда-то там. Не знаем куда. И 9 вольт. Куда-то там. Не знаем. Мы должны. И смотрите. Какой помощник есть. Я такой. Когда-то телевизор делал. Потому что. В разных блоках питания. Эти моменты. Могут быть по-разному. Вот здесь дежурка. 11. Рабочий. 12. Здесь дежурки. 8. В рабочем. 9. Ага. Здесь наверное. 112. И в дежурном. И в рабочем режиме. Так вот. Вот это у нас. Наоборот. Схема. Вот. Нарисована так. А если мы будем смотреть сюда. То вот это у нас. Строчная развертка. Диод. Наоборот. 112 вольт. Вот это у нас. Получается. Здесь должно быть. 8. С половиной. В дежурном режиме. В рабочем. 9. А здесь должно быть. 11. 12. Вот на этом. Мы. При включении. Должны опираться. Сейчас померяем. Включаю. Моргает. Так. И. Все таки. То что я вам говорю. На. Микросхему. Памяти. Восьмая ножка. Памяти. Вот. Вот. Вот уже. Вот. Уже. Проблема. Смотрите. По верхней шкале. Которая 10 вольт. У нас там. Почему-то. Скачет. На уровне. 2.5 вольта. Я уверен. Что микросхема. Процессора. Процессор. Не получает. Тоже в норме. Это питание. Еще раз показываю. Восьмая ножка памяти. На цифровой шине. Пятая нога. И. Шестая нога. Вот так. Ребята. Уже делаем какие-то выводы. Да. Что-то не то. Не 5 вольт. Потому что по схеме у нас. Показываю. Должно быть 5 вольт. Вот она. Восьмая ножка. 5 вольт. Ух ты. Хорошо. Давайте померяем строчную развертку. Диод строчной развертки. Аккуратненько. Предел. 300. Шкала вторая сверху. 110 вольт получается. Меньше чуть-чуть. Чем 110. Ух ты. И стабильно. Стабильно. Никуда не скачет. Так. Давайте же смотреть. Средний диод по схеме. Он нам должен давать 9 вольт. Ух ты. Так. Выставляем прибор опять на 10 вольт. И давайте средний светодиод. На котором. Ох ты. Хотел сказать. Должно быть 9 вольт. Какие же там 9. Смотрите. 3 и 3 вольта. Хорошо. А с цепью. Это вот эта вот. Средняя цепь. Смотрите. Вот. Вот это у нас. Что-то ее садит. Делаем предположение. А теперь вот эта цепь. 11 вольт. Должно быть. Это вот этот вот. Нижний диод. Ну. Смотрите. По шкале. 10 вольт. Верхний. Он шкалит. Переключаем на 30. И измеряем. Получаем 10,5 вольт. По второй шкале сверху. Значит. Что получается. Ребята. Два напряжения. Фактически. 112 вольт. И вот это вот. Они в норме. А вот это посредине. Что-то эту цепь присаживает. Наши дальнейшие действия. Но если мы подозреваем диод. Подозреваем вот этот резистор. Смотрите. Вот это все. Кстати. Что это за резистор. Это своего рода предохранитель. Если он обрывается. Значит. Какие-то проблемы в цепи. А вот как предохранитель. Показан дроссель. Это не предохранитель. Это дроссель. Исходя из предварительной диагностики. Средняя точка. Из трех цепей. Подсажена. Подсажена. Скорее всего. Каким-то козе. Коротким замыканием. И. На что грешить. Ребята. На что грешить. Ведь у нас здесь с вами. Смотрите. Цепь пошла. У нас 5 вольт стендбай. Цепь пошла. 3 и 3 вольта. Смотрите. Цепь пошла. Плюс 5 вольт. Вот это все. Вот эти три цепи. Если по ним. Вот здесь. Вот будет где-то козе. Все. У вас будет происходить. Вот такой случай. И забежал я немножко наперед. Давайте же посмотрим. Вот этот транзистор. Который у нас должен давать. 5 вольт на выходе. Этот стабилизатор. Ножка эмиттер. Его. Он стоит на радиаторе. Это транзистор Q805 по схеме. По верхней шкале. Напряжение скачет на уровне 1,2-1,4 вольта. Теперь. Есть еще здесь два стабилизатора. 3 и 3 вольта стабилизатор. Вот он. Q002. Эмиттер у нас с правой стороны. Становимся на эмиттер. Напряжение скачет на уровне 1,6-1,8 вольта. А должно быть 3,3 вольта. Так. И цепь стендбай 5 вольт. Эмиттер. Транзистор Q001. Вот он. Смотрите, как они расположены. Вот это же все нужно разобраться. Это потратить время нужно. Смотрите. Один стабилизатор и два других. 3,3 вольта. Видите. Вообще-то мне маленький. Вот такие стабилизаторы. Не нравятся. Зачем они их ставят? Потому что, например, если поплывут стабилитроны, а такое бывает в некоторых случаях, то, соответственно, напряжение увеличивается. И там, где 3,3 будет 5, например. Там, где 5, будет 7. Вы поняли? То есть, эта схема с параметрическими стабилизаторами не очень хорошая. Но ее почему-то делают. Так вот, эти же стабилитроны. Вот, похоже, один там. Вот, похоже, второй. И вот там, где-то, вон он, вон он, третий. Их тоже не мешает бы проверить на повреждения. В других случаях. Но не в данном случае. Теперь наша с вами задача оценить, прозвонить вот эти цепи. 5 вольт стендбай, 3,3 вольта, 5 вольт. Уже, соответственно, на процессоре. А может быть, это не процессор. Может быть, все-таки обвязка. Вот всегда у мастера сомнения. Вот нашел еще у себя распечатку. Видите? Когда-то сентябрь 2010 года с этим телевизором я встречался. Так вот он, наш кирпич. Вот, вот это процессор. Вот это процессор. И нам предстоит выяснить, что не так. И вот эти 3,3 вольта, 5 вольт идут на все его стороны. Ребята. Боже, какая муддистика, да? Ну, как можно? Ну, что тут интересного? Вот это сидеть. Вот это вот корпеть над этой схемой. Выяснять. Измерять. Думать. Вы представляете? Это не каждому дано, я вам скажу. Это нужно быть очень усидчивым человеком. Не думайте, что это все так просто. Все так просто. Вот. Тут метод 1. Находим все эти ножки по схеме на процессоре. Идентифицируем их. Замеряем сопротивление относительно корпуса. И делаем подозрение. Если по этим цепям стоят какие-то дроссели, резисторы. Отсекаем эти цепи. Пытаемся восстановить вот эти напряжения с помощью вот такого отсечения. Отключения цепей процессора. Ну, я, ребята, я уже точно думаю, что это процессор. Задают вопрос там. Говорят в комментарии какой-то признак неисправности по их телевизору. И спрашивают, что может быть, Геннадий Александрович. Что может быть? Вот что может быть? Ребята, вы представляете себе, что вы задаете? Какие вопросы вы задаете? Вот смотрите. Вот это есть диагностика. Или вы думаете так просто? Мастер все знает, все этапы. И вот те два диода, которые с запахом. Вот эти. Вот вы бы не зная, например, кинулись бы тут что-то менять. То есть привлекло бы ваше внимание самое простейшее. Да? Но здесь далеко не просто. Или какое-то, скажем, потемнение на плате. Там плата горела. Потемнение. Нет. Вот такие принципы работы по ремонту телевизора. Я думаю, что это после грозы. Да, кстати, и ножки самой микросхемы памяти звонятся вот хорошо. Вот это, кстати, меня сразу повело не по тому пути. Знаете почему? Потому что я сразу, как вам и сказал, стал на восьмую ножку. Вот смотрите. Три с половиной килоома. Стал на шестую ножку. Четыре килоома. Стал на пятую ножку памяти. Четыре килоома. Это нормально. Шины не битые. Питание пять вольт получается не битое. Вот. И оно сразу заблудило. Заблудило. И давай вот дальше выясняем, в чем проблема. И выясняем ножки процессора. И прозваниваем их. Если можно, отсекаем. До нормализации вот тех напряжений. И убеждаемся точно. Ставим точный диагноз, что ампутация здесь не поможет. Телевизор старый. Никто не согласится на замену этого процессора. У меня его в загашнике нет. Платы такой нет. Можно было просто шасси другое людям подкинуть, если бы оно такое было. Но его нет. Так что пойдет телек, наверное, на списание. Ну, посмотрим сейчас. И вот мы столкнулись с вами с моментом, когда нужно задать себе вопрос. Сколько платить телемастеру за работу? За постановку диагноза? Естественно, вы платить как клиент, как заказчик, конечно же, не хотите. За что? Он же не сделал. Он же не сделал. И скажите, если вы не платите, могут быть ошибки. Конечно, какой-то мастер, вот он начал делать, да? Видит какой-то там косяк. А вдруг там косяк еще больше, да? И он говорит, да, все, не годится. Выбросьте его. Все, не годится. То есть он даже может поставить вам диагноз смертельный, когда его совершенно нет. По той простой причине, что никто не хочет вот так вот возиться и выяснять причину. Вы поняли? Тем более в старых телевизорах. Почему многие бросили, не хотят ими заниматься? По той простой причине. Я вот снимаю это все для ролика. Ну вот так вот рентабельность этой работы, как работа мастера, зачем оно мне надо? Называется. Понимаете? Вот это сидеть, вот это выяснять. Увидел там на одной ножке замыкание. Не, ну я, конечно же, быстрее ставлю диагноз. Это в ролике. Я тут мучаюсь, пытаюсь объяснить, подобрать слова и так далее. Я же ремонтирую молча. И я его сразу сейчас по ножкам пробегу. Вот у меня есть схема. Нужно обязательно схему. Тоже говорят, как ремонтировать. А вот как вы без схемы будете ремонтировать. Вот я уже сделал кое-какие пометки. Где у нас 5 вольт там? Где у нас там 3,3 вольта? Смотрите. Вот. То есть я уже начал выяснять. Какие-то вещи. Тут у меня не полная схема, не весь кусок. Ну, идем вот, допустим, по ногам. GND. Это корпус у нас. Так. Вот. VCC. 8 вольт. Ой. 8. А там 5 у нас почему-то. А написано 8. Хорошо. VP2. То есть 45-я, 47-я ножка. Потенциальные клиенты на прозвонку. Идем дальше. Идем дальше. Это только цепи питания. Но на самом деле, может же пробой быть и не только по питанию. Смотрите. Поворачиваем наш процессор, нашу схему. 69-я нога. Потенциально, да? То же самое. Идем дальше. Так. Еще 5 вольт. 82-я нога. БСЛ-ИН. БЛК-ИН. Ох, как они любят биться, эти цепи. От плохого кинескопа, от плохого ТДКС. 3,3 вольта. 88-я ножка. Будем сейчас проверять. 94-я ножка. 3,3 вольта. VDD-A2. 96-я VDD. Что это такое? У нас тут. Ну, в общем, что-то там есть через дроссель. Цепь А. Так. Смотрите, сколько питаний. Вот еще одна ножка питания. Что у нас такое? Пошли дальше. 3,3 вольта. 110-я ножка. 117-я. 1,8 вольта. Ну, это в меньшей степени. Фу-фу-фу. Уже вечер. Я уже замучился тут этот ролик снимать. Так. Ну, вот нет обозначения. В общем, ищем. Так. И что же нас должно насторожить? 15-я ножка. 0,5 килоома. 45-я, 47-я ножка. 0,5 килоома. 69-я ножка. 0,5 килоома. Это все 5 вольт, ребята. По 94-й 3 килоома. 100-я ножка 3 килоома. 110-я 3 килоома. В меньшей степени грешим. Хотя тут, может быть, должно быть 5 килоом. А оно меньше. А вот эти вот 0,5 килоома, это явно, явно просто надо отсекать дросселя от этих ножек. Вот, смотрите. Неудобно так. И слепой, Геннадий Александрович. Вот один дроссель. Отпаяли его. И проверяем, что здесь за сопротивление на ножке. Вот здесь вот один дроссель, второй дроссель. Отпаиваем. Убираем. Как пример. И по дорожкам можно отследить эту цепь 5-ти вольтовую. Ой, 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 ой. Жаль телевизор. Жаль. Да, еще и 82-я ножка 0,5 килоома. Было бы хорошо положить такую плату рабочую донора себе на стол. Или вы, допустим, смотрите, как бы было интересно, если бы вы до этого делали другой телевизор. И сняли бы вот эту карту сопротивлений, как я сейчас делаю. И своим прибором. И вы бы уже четко даже таблицу себе составили. Вы бы четко знали, что по этому процессору должно быть именно так. И, ребята, ведь ничего не изменилось. Сейчас, если вы в ЖК-телевизоре еще есть доступ к ножкам, то именно вот это все, вот этот метод работает. Работает. Ничего не изменилось. Поэтому тот, кто говорит, что зачем эти кинескопники, вот вам зачем кинескопники. Если вы вот эту методику освоите, будете сами это делать. Конечно, по тем аппаратам, которых много, которые ожидаются еще в ремонте, это, конечно, рентабельная работа по осваиванию этой техники, по промерам. Если, конечно, этот телевизор вам раз попался в три года, или попадется в следующий раз через пять лет, никакого смысла в такой кропотливой работе нет. Это сейчас актуально. Есть ЖК-телевизоры, которые вот попадаются один раз там, понимаете? И в следующий раз, или три раза за пять лет. И потом они все равно не попадутся, потому что их списывают, покупают новые. Это было очень актуально в большом количестве именно для кинескопных телевизоров, потому что их было массово, значительно много. Поэтому было смысл снимать такие карты напряжений, сопротивлений, проводить такой анализ, записи делать, запоминать это все, для того, чтобы потом облегчить себе работу при следующем ремонте. Вот зачем это все делается. Но если этот следующий ремонт не ожидается, то представьте, вот это какая-то работа садомаза, вы поняли? Вот так вот тратить там день-два на вот этот анализ, это как хобби может существовать, но не как работа. Потому ремонтный бизнес сейчас умирает, и он умрет. Я вам точно говорю, никто вот таким анализом заниматься не будет. Лучше такой анализ делать где-то в прокуратуре, в администрации. Понимаете, там совершенно другие деньги. Учитесь. Отсекаем вот эту цепь. Где у нас этот транзистор? Вот он. Q001, электролитический конденсатор, перемычка. Просто выпаиваем эту перемычку. Выпаяли. Становимся на эту ножку эмиттера, вы поняли? И что мы видим на приборе? 5 вольт. 5 вольт. Так, теперь. Но мы все-таки на коллектор хотим встать этого транзистора. На коллектор. Что там происходит? А на коллекторе у нас явно не 9 вольт. Все равно там подсаженность. Но подсаженность уже меньше. Но я вам не досказал. Я и по цепи Q805, по вот этой вот цепи, тоже уже перемычки поубирал. Поубирал. Вот они, точки. Одна точка, вторая точка, третья точка. И постепенно эти напряжения вырастают. Я так думаю, что цепь и Q002 сейчас если отключить, то, наверное, они вообще застабилизируются хорошо. Сейчас посмотрим. Тюнер тоже у нас питается от 5 вольт. И ножка его тоже полкилоома. Не должно быть так мало. Вот сейчас его тоже надо как бы выпаять. Кольцевую трещину вокруг него. Ножки освободил от пайки. Вот так. И замеряю их сопротивление относительно корпуса. Может быть в этом тюнере 1 кОм это так и должно быть. А вдруг нет. Вы должны задаться все-таки вопросом. Но, насколько я помню, все-таки 3,5 и даже 5 кОм может быть. Но не 1 кОм. Вы поняли? А теперь вот эта цепь освобожденная, она все равно полкилоома звонится. То есть идем вот синим. Я тут пытаюсь пройти дорожки. Вот понятно. Все. Проблема в этом кирпиче. И завтра я все-таки достану Philips на такой микросхеме. Есть там у меня на похожей. И мы все-таки посмотрим, прозвоним ножки питания. Чтобы уже, ну вот, чтобы я вас не уводил в заблуждение. А то скажете, да все-таки это просаживается блок питания почему-то по-другому. Чего ты решил грешить на процессор? Это не процессор. Ну, вот посмотрим. Фух, кошмар. Дорогие, дорогие зрители канала Бурда ТВ. Просим прощения за антракт. Сейчас будем кормить телемастера. А это свое твое дело. Коли доктор сыт и больному легче. Точно. Ну, никак же не успокоюсь. Никак не успокоюсь. Цифровой тюнер телевизора Джин Липу. Относитель антенного гнезда. Да? Мы вот так вот смотрим. Смотрите по счету. Отверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видите? Одна пустая. Вот она. Пять вольт. Перевернута. И сколько же здесь килоом. Я сейчас вам покажу, сколько там килоом. Вот, становлюсь сюда ножкой на питание. Второй ножкой на корпус. И что мы с вами видим? Три килоома. Вот как вам искать неисправности по тюнерам. Питание. Вот когда вы исследуете какой-то телевизор, не мешало бы пробежаться по ножкам по питанию. Сколько звонится питание в данном телевизоре? На тюнере. Вот. Три килоома ножка питания в цифровом тюнере от телевизора Джин Липу. Фу. Выдыхаю. Да? То есть один килоом в этом телевизоре как бы маловато. Маловато. Так что я думаю, здесь битый и тюнер. Битый процессор. Может быть и много еще чего. Ох ты в телевизоре гром. Так что, процессор все-таки? Заменил процессор и работает. Все-таки гроза виновата, да? Да, гроза. Гроза. Сейчас будет продолжение ролика. Смотрите, как отпечатываются логотипы на кинескопных телевизорах. Как уже видна полоса вверху. Видите? Умирают они потихонечку. У кого-то медленнее, у кого-то быстрее. Ничего не поделаешь. Внешний вид. Видите какой? Его боятся протирать, наверное. Хорошо. Так в чем же была причина? Да, процессор. Да, процессор. Где покупал, Александр Ильич? По чем заказывал? Чем менял? Показывай процесс замены. Паяльной станции, наверное, паял. Ролик у нас с интригой. 14-й ноги ТДА-16846. По питанию микросхемы. Да неужели он мог такое делать? Сотрясать так телевизор, что с такими причинами, похожими на выход из строя процессора. Подсаживали ведь цепи, ведь точно подсаживали. Так вот в том-то и прикол, ребята. Проблема в одном вот этом электролите. Вот так можно пойти ложным путем. Это еще один пример вам говорю, что вы пишете там, у меня выключился предохранитель целый. Что с телевизором? Вот вам что с телевизором. Всегда говорю, важно ESR-метр в первую очередь. Берете ESR-измеритель себе, покупаете той или иной конструкции, или паяете сами. Там их много. Google поиск, задавайте. Очень много схем, различных вариантов. Самый первый прибор после тестера, сейчас у мастера, это ESR-измеритель. Вот если бы вы вот так вот прошли мимо, да, и представьте сколько работы. Мало того, вы поставили ложный диагноз. Вы забраковали телевизор, люди не захотели ремонтировать. Никто, конечно, этот процессор уже на данном этапе в 2019 году не менял бы. И проблема в чем? Вот так и списываются часто зазря телевизоры. И вы думаете, я там, скажем, безгрешен абсолютно. Да, ребята, у каждого доктора свое кладбище. Где-то, может быть, и я в чем-то ошибаюсь, ошибался и могу ошибаться. Никогда вам в роликах вы, наверное, заметили, что я показываю все как есть. Нет такого, что я пан кабан, самый лучший телемастер в Полтаве, самый лучший телемастер в Украине и вообще на просторах СНГ. Вы такое где-то слышали? Нет. Все очень самокритично. И вот такие засады, они ждут каждого, кто занимается ремонтом той или иной техники. Не только телевизоров, планшетов, фотоаппаратов и так далее. У врачей так же самое. Вы думаете, как учится врач хорошо оперировать? Но он обязательно кого-то зарежет в своей жизни, а то и десяток зарежет, пока научится. Понимаете? Или вы думаете, что он учится где-нибудь в морге, когда учится в институте? Да нет. Все практически в жизни. И потом он знает, например, что, елки-палки, вот тому можно было сделать лучше, а лучше не получилось, потому что на том этапе у меня не хватало навыков, не хватало знаний. Сейчас-то я, конечно, спец, но что ж я наделал тому человеку, понимаете? Вот так и на телевизорах никто не может быть безгрешен. Я вам точно говорю. Поэтому, если у вас где-то что-то не получилось, ребята, не отчаивайтесь. Попытка 2, попытка 3, попытка 4. Учитесь, учитесь. Это не значит, что вы прямо с первого раза сможете все ремонтировать. Конденсатор из ГОКа питания по 14-й ножке ТДА 16846. Ждем результат. Вот, 42 микрофарада. Если бы вы просто померили его измерителем, вы бы сказали, да, это в пределах ошибки. Нормальный 67 Ом ЕСР. Ребята, у него должен быть меньше 1 Ома. Потери 12%. Ух! Хороший прибор МТЕСТЕР. Хороший. А что показал Мастер Кит? А что может показать Мастер Кит, если у него предел 30 Ом? Ничего не показал. Светодиод вот светится и все. Никаких изменений не происходит. Потому что это за пределами шкафы этого прибора. Теперь посмотрим новый конденсатор. Сколько же должен быть? 0,28 Ома. Сотых. Меньше Ома. Емкость не так важна. Потери 0,9%. Вот так вот может портиться конденсатор, а емкость сохраняться. Вы поняли, насколько это важный параметр ЕСР? Рекомендую, конечно, хотя бы такой приборчик. Но Мастер Китом можно быстро пробежаться. А как же я не пробежался? И пробежался, и не пробежался. Что за детектив? Смотрите. Когда у вас в блоке питания есть 112 вольт, и из трех напряжений два есть стабильных, нормальных, то вы как бы и не грешите на первичные цепи блока питания. Вы поняли, какая засада в этом Томпсоне? Вот так вот бывает в работе телемастера. Не думайте, что легко. У меня замечание по кинескопу. Смотрите, вы скажете, проблема с регулировкой фокусировки. Нет. Эта расфокусировка появляется, когда кинескоп стареет. И никуда вы от этого не денетесь. Я уже когда-то об этом рассказывал. Хотя там подвергали сомнению мои слова. Говорили, это просто регулировка. Смотрите. Классно, да? Двоид. И что? И как настроить? Вот что это такое? Это я сейчас мультимедиа файлы. Хочу воспроизвести на экране. И видите в списочке. Не знаю, будет видно. Я сейчас покручу, а вы посмотрите. Смотрите, что происходит при регулировке фокуса. Вот так кажется лучше даже, да? Так. Вот вам угол. Ну, в общем, что? Проблема в том, что я бы такой не смотрел. Это я вам точно говорю. Хотя, вроде бы, по цветам. Гамма хорошая еще, да? Так вот, давайте все-таки по таблице посмотрим. В углу. Идем по вертикали. Вроде и не расфокусировано. А вот тут уже расфокусировано. А вот тут по центру, ну, слушайте, фотоаппарат убирает. Камера убирает эффект двоения. Я его вижу на экране, а камера его не видит. Вот интересно. Наоборот, делает лучше. То есть вы сейчас картинку видите лучше, чем я. Ну, это, в общем-то, хорошо. Как для роликов и похвалить кинескопники, покричать. Смотрите, какой идеальный. Какой хороший. Не очень хороший. Есть намного лучше кинескопники. Но, тем не менее, я не знаю, может, это дачный вариант у людей. Может, вот это копоть, может, даже вот какая-то. Ну, запаха от него нет. Ни курева, ни копоти. Нравится людям. Ну, пусть смотрят. В чем проблема-то? Пусть смотрят. И вот интересно, что, допустим, если вот здесь вот сделать фокусировку нормальную, то плывут углы по фокусировке. Поняли? Если отстроить вот как бы по вот этим вот местам, по вот этим, то плывет серединка. Вы поняли, какой интересный вариант прокатит. Но дома, конечно, покупайте новый, нормальный, большой телевизор. Это уже для дома, конечно, может быть, старички будут смотреть. Но дома я бы такое не смотрел лично, честно. Мне все как-то хочется дополнить этот ролик информацией. Мне задают часто вопросы. Почему вы не показываете ремонт с помощью осциллографа? Я там уже один ролик с осциллографом сделал. Как часто вы его используете? Можно ли было здесь поставить диагноз осциллографом? И вот сейчас мы с вами проведем такую мини-лабораторную работу. Я вам покажу, вот при нормальной работе телевизора, вы увидели нормальное изображение на экране, мы становимся на вот эту цепь. Сейчас. 9 вольт. И на вот эту цепь, которая у нас больше всего там подсаживалась, и пульсации по ней там происходили, стрелка прибора прямо прыгала-прыгала. Самая стабильная была 112 вольт, да. И вот это же, повторяюсь, вводит как бы заблуждение в домашнем ремонте. У вас нет осциллографа. Две вот этих цепи, в общем-то, практически стабильны, да. А вот эта нестабильна цепь. Ну, что может быть? Значит, по ней нестабильность. Хорошо. Смотрим осциллографом. Смотрите. Аккуратненько. Заземление я взял на тюнере. Вот, смотрите, это неправильно. Заземление нужно брать как можно ближе к измеряемой цепи. С корпуса. Вы поняли? Ну, пусть будет так. Становлюсь на катод диода этой цепи. И смотрим, что у нас будет. У нас закрытый вход, чтобы постоянка у нас не проникала на вход усилителя вертикального отклонения. Выставляем деление, значит, 0,05, но учитывая, что у нас стоит 1 к 10 делитель, будет получаться 0,5 вольт на деление. Вот такие пульсации по этой цепи. Одно деление, чуть больше одного деления, значит, где-то около 1 вольта вот такие зубчики у нас идут по этой цепи. И та цепь, которая больше всего глючила, смотрите, то же самое. Ну, примерно 1,2 вольта вот так вот пульсации. А что там на цепи 112 вольт? Давайте посмотрим. Что на цепи 112 вольт? А, надо подстроить стабильность, уровень. Видите, настройка осциллографа. Да вот, вот они, в принципе, есть. Вот они, те же зубчики примерно той же амплитуды. Можно ручками стабильность уровень подстроить, задержать их. Значит, переключая переключатель вольт на деление, можно диаграмму увеличить по амплитуде, можно уменьшить по амплитуде, лучше рассмотреть, как вам больше нравится. Время, переключателем время можно растянуть, сузить осциллограмму. Но нам это не очень нужно. Нам нужен уровень пульсации, 1 вольт на деление. И вот я сейчас верну конденсатор назад, из-за которого весь сыр бор. И мы с вами посмотрим, а что же в этом случае нам покажет осциллограф. Вот, те же симптомы. Вернул конденсатор, вернул. Вон он, смотрите, стоит опять на своем месте. Давайте же смотреть осциллографом. Был ли смысл здесь брать с собой на ремонт, допустим, или у вас в мастерской брать осциллограф? Был ли смысл? Ох, как красиво там, оказывается. А вот бы стал осциллографом. И вот увидел бы такое. Это цепь диод D831, 9 вольт. Смотрите. При видимой, там скажем, при видимой стабильности там напряжение, оказывается, так там не все в порядке. Сейчас опять мы тестером посмотрим. Так, а вот та цепь, которая больше всего у нас отказывала. Вообще ничего не успевает появиться. Так, а по цепи 112 вольт. Что же по цепи 112 вольт? Так, надо попробовать. Ну вот, 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 что-то, что-то. В общем, ситуация такая. Если бы, если бы... Вот ситуация по цепи 112 вольт. Я немножко крутанул регуляторы стабильности и уровни. Смотрите, что происходит. Средняя цепь. Явная нестабильность. А что же тестер тогда показал? True RMC показал. Которую все очень хотят сейчас там в приборах возмерительных. Сейчас подключу тестер и посмотрю. Ну что это такое? Это сразу бы осциллограф бы показал бы. Вот видите, сразу бы осциллограф показал, что нестабильность в первичных цепях. Понимаете? А не вот там, вот, где-то по вторичной цепи. Или я не прав? Нет, ребята, я не прав. Так утверждая. Почему? Потому что и внешние цепи, и по вторичным цепям может происходить вот такое подмыкание, что будет заводить блок питания в ступор вот такой. Вполне возможно. Я бы назвал это состояние ступором. Так что неоднозначная ситуация. И выручил бы здесь стопроцентный метод измерения ESR параметра электролитических конденсаторов. Вот. Начал бы с самого первого конденсатора, с банки сетевой, с этого. Кстати, не забывайте разряжать эту банку, потому что любой прибор убьете, если не разрядите эту банку. А потом вот этот конденсатор. А потом дальше. Ну, а получилось как бы наоборот. С этой стороны пошел ремонт, замена тут трех ингрессий. Что это было, Геннадий Александрович? Это специально было? Ты специально заморочил голову на целый час? Или это уже предпенсионное состояние, и ты сам заблудился? А как вы думаете? Мне бы, и не только мне, было бы интересно ваше мнение на этот счет. Ситуация понятная. Осциллографом я показал ее, видно. А тестером ее все-таки видно. Мы вернемся немножко назад, в начало. Вот эта ситуация. Вот он прибор TL4M. Так. Вот она цепь 112 вольт. 112 вольт. И что у нас по второй шкале? 110 вольт. И еле заметные движения стрелки. Так. А цепь, которая должна выдавать... 9 вольт. Смотрите. 9,5 даже выдает. Ну, я вам говорил, что... Вообще-то я такой телевизор делал, и 11 вольт дежурка, и 12 рабочий режим там. Так. И наша средняя цепь. Наша проблемная. На пределе 30 вольт по второй шкале. Сверху. Там 3,5 вольта. Она самая больше, как бы, присажена. Вот, пожалуйста. Как интересно. Интересно. Все. На этом ролик я заканчиваю. Все моменты мы выяснили. Вот такой дефект в вашу копилку. А можно блуждать-блуждать, искать-искать. О, какой интересный ремонт. Правда? Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. После развала Советского Союза, я вам скажу, телевизоров было не так уж много. Не такое большое разнообразие. И, в общем-то, советские телевизоры где-то до 2000, даже 2010 года приходилось ремонтировать. И даже ламповые, наверное, до 2000 года еще приходилось ремонтировать. А может, даже до 2004. Были они у людей. Так вот, если бы вот этот Томас, Томас Томпсон, был единственный телевизор во всем СНГ. Выпускался бы там 25 заводами. Представьте, как бы мы хорошо с вами знали бы все его тонкости, причины, прозвонки, неисправности. А так как телевизор попадает вам, допустим, раз в год. Представьте, какой должен быть опыт, интуиция. Ну, а и хорошо, если он такой попадает 30 раз, раз в год. Тут сейчас уже другой даже момент. Уже то, что ты знал, то, что ты набивал, и вот плохо, если нет у вас таких записей, допустим, по этому телевизору. Вот оно уже начинает забываться даже. То, что ты когда-то находил где-то легко, быстро. Если тебе там год-два такой телевизор не попадает, ты просто деградируешь, ты забываешь. И вот сейчас, почему многие бросили кинескопники? Я вам скажу, почему. Потому что они переключились на ЖК-телевизоры, выгоднее, чище, легче, пыли, грязи такой нету. И естественно, уже под затирание памяти идет. И уже не хочется просто даже связываться, поднимать вот эту литературу, вот эти схемы, опять что-то восстанавливать в голове. Ну зачем? Все, выкинул, все, грузовиком вывез, сижу, ремонтирую жидкокристаллические телевизоры. Ну, у меня пока не так. Пока я еще мыслю, помню, схемы есть, и способен многие такие телевизоры сделать. И Тошибы, и Сони, и Панасоники, очень много могу сделать. Но они, конечно же, неизбежно уходят. Уходят. Будем об этом еще говорить. Будем еще это обсуждать. Пишите ваши комментарии. у нас стоящего сурового мужчины должен быть ископительный телевизор. Вот, покажите его, Геннадий Александрович, вот он, вот он. У каждого должен быть такой. Вот он. Вот. Вот такой должен быть телевизор. Это показатель его повышенной мужчинистности. Да. Вот. Вы все заметили, вот даже я в маленькую. О, чисто мужская вещь.